Здорово! Сегодня будем творить чудеса. Ну а что разговаривать? Поехали! Сам я сделал уже дополнительную вот эту вот коробочку. Тут была своя заводская, она разбомбилась. Кто-то ее потрепал очень жестко. Я, короче, решил просто взять и поставить распределительную коробку. Что внутри этой распределительной коробки? Сейчас я вам покажу. Внутри такая система. Все идет через кондер. Так как мотор трехфазный, насколько я понимаю, идет через конденсатор, дабы, 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 дабы усилить мощность. Скорее всего, это все так происходит. Короче, трудная система, нечего это запоминать. Закручиваю обратно. Сейчас я его запущу, дабы проверить на работоспособность. Мощность такого мотора я честно не скажу, потому что не знаю сам ни хрена. Крутится довольно-таки тихо. Так, для начала творим корпус для этого мотора. Корпус было решено сделать из фанеры 12 миллиметров. Лист огромный, так что он лег прямо на все верстаки. Поползая пару секунд сделал разметки и начал отрезать первую часть. Одну часть отрезал. Теперь отмечаю квадрат 40 на 40. Пользуюсь угольником и карандашом. Пилю диском с мелким зубом. Его еще называют чистый рез. Все распускаю на задуманные части. И в конце квадрат 40 на 40. Все части будут крепиться саморезами. Для этого делаю разметки и насверливаю отверстия для них. Скручиваю на 40 саморезы в заранее готовые отверстия с потаями для шляпок. Так, что получилось у нас? Вот такая вот колонка акустическая. Все я шлифанул, здесь все проэтовал. Стыки промазал клеем, все посадил на клей. В общем такая вот массивная коробченка. Теперь примеряем мотор туда. Так он и будет там стоять. Только для того, чтобы он там стоял, спереди нужно вырезать отверстие. Пока не знаю, как я сейчас это отмечу все. Сейчас что-нибудь придумаем. Трудность была в том, что центр был не по центру. В общем, с помощью логики я нашел этот центр. И с помощью своей приспособы, новой, начал вырезать отверстия. Вырезать кружки с новым приспособлением милое дело. Вырезал, примерил, все подошло. Так, теперь закрепляем мотор в этом корпусе. Крепиться мотор будет на четырех болтах спереди и опираться на опору снизу. Теперь из оставшего куска шириной 400 миллиметров надо сделать еще две детали. Находим центр по ширине и с помощью все того же приспособления вырезаю окружность на 300 миллиметров. Поработаю с кружком. Наждачкой сбиваю крупные сколы. Потом с мотора скручиваю пластиковый шкив, который служил помпой. В фанере вырезаю отверстие, равное диаметру торчащего бортика на этом шкиве. Подошло идеально. Крепиться будет на три болта. Второй рабочий день начался с остатка фанеры, из которого вырезал 30-ти сантиметровый круг. Из этого остатка я делаю что-то вроде резервуара для отходов. В верхней части, точнее сверху, делаю столик. Ровно под 90 градусов по отношению к вертикальной части. С помощью фрезера делаю небольшое углубление в этой полочке. Вторая запчастюга готова. Это вот такой вот кожух. С обеих сторон закрыт по бокам. Так вот это выглядит все дело. Теперь надо с боковой стороны делаем отверстие под вот этот вот уголочек. В этой нижней части делаю отверстие и креплю уголок там. После испытаний с этим пластиковым шкивом было принято решение заменить его на металлический. Горе токарь в нашем городе выточил что-то подобное. Мне осталось просверлить отверстие для крепежа и все. Дальше наступило время балансировки. Положив на бок всю эту установку, я включил мотор и с помощью лепесткового круга начал делать идеально ровный круг. Так, все грубые работы сделал. Собрал корпус, собрал кожух. Сделал, отцентровал центральный диск. В принципе, есть чуть-чуть совсем биение. Сейчас еще маленько попробую поправить, но в принципе уже нормально. Несколько нюансов, декорация, то есть сделаю все красиво и готова наша наждачная станция. В пяти местах просверлил сквозное отверстие под болты для установки съемного кожуха. С помощью фрезера сделал потаи под большие шляпы болтов. Отверстие сверлил с той стороны потаи. В потаи засунул болты. С этой стороны гайками зафиксировал. То есть получились такие как бы штырьки. Здесь сделал отверстие. Также с потаями. Устанавливаю на место, чтобы все проверить. Кожух будет крепиться с помощью гаек барашковых. Все готово. Я ее покрасил. Сначала шпаклянул шпаклевкой по дереву и покрасил. Не стал этого показывать. Это никому не интересно. Так, немножко о этом станочке. Это шлифовальный станок. Размер диска крутящего 30 см в диаметре. Кожух отсоединяется. Чтобы можно было поменять наждачку. Здесь камера для опилок. Вывод для пылесоса. Можно заглушить, чтобы ничего не вылетало и все. Либо подключить пылесос. Кнопка запуска. Все гладенько. В принципе можно было сделать еще гладше. Я сильно не заморочился. Сделал немного покрасивее. Сзади все открыто для того, чтобы была вентиляция мотора. Продувка мотора. То есть компрессором можно продуть. Теперь запустим. Я покажу как работает. Я не смог. Такая шлифовка. Я беру. Я беру. Я беру. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, считаю, очень удачный проект С помощью этой теперь точильной станции Я буду делать много всяких трэш-проектов Которые веселят вас Да не только, конечно же, буду делать какие-то путевые вещи В общем, подписывайтесь на канал Ставьте лайк, если понравилось видео Всем пока-пока До скорой самоделки